Привет! Я Антон Звягинцев. Сегодня выбираем экипировку для катания на лонгборде. Лонгборд – травмоопасный спорт. Асфальтовая болезнь – это реально больно. Для начала посмотрим несколько видосов, где отлично видно, что бывает при катании без защиты. Кататься без защиты – это не только больно, но и не круто. В нашей тусовке ты не получишь аспект, если придешь на спот без защиты. Чем опытнее райдер, тем лучше его защита. Итак, полный комплект защиты состоит из четырех основных частей. Шлем, слайд-перчатки, наколенники, налокотники. Часть первая. Шлем без головы или с пробитой головой ты столкнешься с трудностями при катании. Поверь, есть два вида шлемов – классический котелок и фуллфейс. Оба вида разработаны специально для катания на лонгборде и скейтборде. Фуллфейс шлем – полностью закрывающее лицо. Немного напоминает мотоциклетный, но только внешний. Он намного легче и сертифицирован ассоциацией даунхилл-скейтбординга. Его используют райдеры, которые занимаются даунхиллом или фаст-фрирайдом. Классический котелок имеет правильную геометрию, плотно и удобно сидит на голове и не слетает при выполнении трюков. Часть вторая. Слайд-перчатки. Ты можешь подумать, зачем они вообще нужны? Если слайды делать я и вовсе не собираюсь. Неверный ход мысли. Ты пока не олень, олененок бэмби. И даже когда ты станешь оленем, падать ты не перестанешь, а будешь делать это даже чаще и на больших скоростях. Поэтому не смей здороваться с асфальтом без перчаток. В перчатках для лонгборда есть специальный слайд-пак. Пластмассовая пластина, которая помогает скользить по асфальту. Это главное их отличие от дамских или горнолыжных перчаток. Новичкам я рекомендую перчатки не только с одним слайд-паком, но еще и с пластины на пальцах. При скольжении перчаткой пальцы нужно поднимать, а это сложно сделать, когда ты только начинаешь слайдить. При падении тоже будет сложно сориентироваться. Часть третья. Наколенники. Райдеры часто падают на колени. Я советую использовать наколенники прочными пластмассовыми пластинами. Они хорошо держат удар и скользят по асфальту. Я использую менее прочную защиту, которая защищает в критических ситуациях. Тебе такие наколенники пока не подойдут. Часть четвертая. Налокотники. Не все профи используют эту часть защиты, но тебе она необходима. Без налокотников невозможно научиться правильно падать. Ну и вообще, кататься без рук, конечно, удобнее, чем без головы, но все-таки и руки пригодятся. Ни в коем случае не используй защиту, принятую в других видах спорта. Например, защита для катания на фитнес-роликах или велосипедный шлем ни от чего тебя не защитит. С вами был Антон Зетт. Предохраняйтесь от асфальта, защита вам в этом поможет. И подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok